Близнецы Диана и София родились на 24-й неделе. Малышам нужен был специализированный уход. Когда девочки заболели пневмонией, киевские врачи приняли решение эвакуировать семью во Львов. История о двух спасенных маленьких украинках далее в нашем сюжете. Диане и Софии по 7 месяцев. Сестры-близнецы уже пережили войсирен и удары ракет, холод подвалов и давку эвакуационного поезда. Слева от меня Диана. Слева от меня Диана. Она более подвижная, требовательная. Если София на руках, то она не может это терпеть. Ее также нужно возле нас класть. Сейчас все наоборот, но София более терпеливая. Девочки родились на 24-й неделе и с характерными нарушениями. Поэтому война застала их с мамой в киевском Ахмадете. Нам были очень хорошо слышны и взрывы, и обстрелы. И каждый день это было все ближе и ближе. Находиться в бомбоубежище с двумя больными новорожденными было очень сложно. Из-за того, что двое, из-за того, что у Дианы был зонт в носу, и она питалась через зонт, через бутылочку, ей трудно было. В укрытии были малыши с респираторными заболеваниями. Диана и София заразились. Со временем у близнецов развилась тяжелая двусторонняя пневмония. Для недоношенных деток это очень опасно, поэтому их эвакуировали во Львов. Девочки весили 690 и 750 грамм. К нам они поступили уже в возрасте пяти месяцев. И, конечно, их состояние было тяжелое. Малышки практически месяц провели в реанимации на искусственной вентиляции легких. Диана была в очень тяжелом состоянии. Была организована искусственная вентиляция легких, медикаментозная поддержка, терапия с антибиотиками и все остальное. София поступила к нам после двух дней стационара, тоже с негативной динамикой. Сейчас девочки уже дышат самостоятельно, набирают вес, а их счастливая мама благодарит врачей и мечтает о победе.